Привет, я Женя, а это Марк Цукерберг и настроение у него не очень. Компания Facebook, а точнее стартап Oculus, который ей принадлежит, проиграл суд и теперь должен заплатить 500 миллионов долларов. Раскошелиться придется, потому что Oculus якобы украл у студии Zanimax Media какие-то разработки и использовал в своих целях. Придется теперь платить за плагиат. Но это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Что такое разделенная реальность? Как попадать в цель, даже если впервые держишь оружие в руках? Зачем телеканалу BBC роботы? И что придумали создатели легендарного хоррора The Brookhaven Experiment? Студия Cloud Gate, та самая, которая порадовала мир жутким хоррором The Brookhaven Experiment, опубликовала ролик на YouTube, в котором пользователь целиком отслеживается в виртуальном пространстве. Такого эффекта разработчики добились без дорогостоящего оборудования и виртуального костюма. Все, что потребовалось, это один шлем HTC Vive и пять обычных контроллеров к нему. Шесть точек были распределены по всему телу, собственно шлем на голове, два контроллера в руки, два на ноги, а один на спину, который прикрепили к поясу. В итоге на ролике видно, как основатель студии Стив Боулер может полностью передвигаться виртуально и видит не только руки, но и все свое тело. Также он приседает, танцует, сидит на стуле и ползает по полу. Разработчики хотят применить данную опцию в своей новой игре. Скорее всего, это будет нечто похожее на культовый Brookhaven. Тем временем ученые из Института Рокстера тоже несколько дополнили виртуальный шлем HTC Vive и придумали новое явление – разделенная реальность. Смотрите, что это такое. Ученый Дрю Готлиб сделал эксперимент, в ходе которого подключил Microsoft HoloLens к виртуальному шлему HTC Vive. Таким образом, пользователь очков HoloLens смог увидеть, как его напарник в HTC Vive играет с предметами виртуальной реальности. По сути, он увидел смешанную реальность, но только без специального монтажа. Сейчас многих интересует, как именно Дрю Готлиб подключил одно устройство к другому. Но пока ученый не спешит делиться секретом. Не дремлят и ученые из Кембриджского университета. Правда, их больше интересуют очки Microsoft HoloLens, чем HTC Vive. Поэтому они разработали программу, при помощи которой очки будут повсеместно применять строители. Кембриджские разработчики хотят, чтобы Microsoft HoloLens стали таким же привычным инструментом настройки, как рулетка и молоток. Поэтому придумывают очень полезную программу. Она будет не только воссоздавать 3D-модели будущего здания, но и просчитывать его безопасность. По сути, Microsoft HoloLens смогут буквально заменить работу инженеров и архитекторов. Ученые уверены, когда их творение будет готово, оно сделает настоящий прорыв в строительной отрасли. Что ж, подождем, а пока будем строить по старинке. Для строителей не только, как известно, полезна и еще одна программа – Microsoft Excel. Ее, кстати, тоже собираются сделать виртуальной, но чтобы было все наглядно и красиво. Казалось бы, что общего может быть между Excel и VR-технологиями, но оказывается, многие компании мечтают визуализировать данные и смотреть не на скучные столбики, а на что-то более впечатляющее. Поэтому стартап под названием Virtualistics занялся разработкой виртуального Excel. Программисты уже получили 3 миллиона долларов на создание приложения. Сейчас оно пока на ранней стадии, но уже понятно, что вместо таблиц пользователя ожидают трехмерной визуализации. Также в программе будет использоваться режим совещания при аналитике данных. Скорее всего, виртуальный Excel появится уже в этом году. Технологиями дополненной и виртуальной реальности заинтересовались не только ученые, аналитики и строители, но еще и военные. Еще бы, ведь в мире появилась винтовка, стрелять из которой сможет даже косой. Ой, простите, не очень меткий стрелок. Речь идет о винтовках Tracking Point AR, которые были показаны на выставке CES еще в 2014 году. Тогда данное оружие было воспринято как что-то чересчур футуристическое и непонятное. А сейчас Tracking Point AR стали активно применять и военные, и профессиональные снайперы, и спортсмены. Tracking Point AR представляет собой мощное оружие с интерактивной системой прицеливания. Мишень и цель может отображаться на очках до полной реальности, например, Recon Jet или HoloLens. Стоимость Tracking Point AR в США варьируется от 5 до 16 тысяч долларов. Данное умное оружие уже начали недавно применять в реальных боевых условиях солдаты армии обороны Израиля. Если помимо оружия ваша слабость еще и крутые тачки, вот вам отличная новость. Тем более я давно не рассказывала вам про технологии 3D-печати. Ferrari собирается напечатать мотор для гоночного авто. На данный момент в моторах Ferrari используются алюминиевые поршни, которые порядком устарели и имеют низкое сопротивление к высоким температурам. Поэтому инженеры хотят сделать новый двигатель из стального сплава, напечатанный на принтере. Презентация новинки должна произойти 24 февраля 2017 года. Кодовое название изобретения – 668. Напомню, в прошлом году команда Ferrari заняла третье место в чемпионате конструкторов. Сейчас компания надеется, что 3D-печать поможет прорваться вперед. Заинтересовался 3D-печатью, а также робототехникой и BBC. Поэтому теперь операторами на телеканале работают искусственные звери. Давно пора, а то людей то крокодил покусает, то змея ужалит. Зоологи долго думали, как снимать диких животных в естественной среде обитания, не тревожа их и не рискуя операторами. Так появился проект Spy in the Wild, главные герои которого – роботы-животные со встроенными камерами. Делают таких операторов разработчики из Университета Лузианы с кафедры робототехники. Управляются роботизированные животные дистанционно с расстояния до 500 метров. Сейчас в арсенале телеканала робот-крокодил, робот-бобер, робот-мартышка и другие. С мартышкой уже произошел довольно грустный инцидент. Она вышла из строя и упала с ветки, а настоящие обезьяны подумали, что это чей-то детеныш. В итоге стали ее оплакивать и целый день находились в трауре. Защитники дикой природы уверены, что такие роботы могут нарушить психику несчастных животных. Будет ли телеканал BBC прислушиваться к мнению общественности – неизвестно. Интересным видео порадовали и создатели скандального фильма «50 оттенков серого». Еще пару месяцев назад обещали сделать виртуальный проект в поддержку новой части. И вот он наконец-то появился. Сразу скажу, детей от экрана убирать не придется. А многие надеялись, что виртуальная промо будет пикантным и непристойным, ну, в стиле самого фильма. В итоге это обычный трейлер в формате 360. Ни тебе, ни плеточки, ни масочки, ни шлепка. А четырехминутное видео – балла маскарада. Тем не менее, поклонники рекламу оценили и комментарии к видео в основном положительные. Кстати, сам фильм «На 50 оттенков темнее» выходит в Россию 9 февраля. Ну, а напоследок новость не только приятная, но и полезная для здоровья. Японцы сделали смартфон с поддержкой дополненной реальности, которой можно мыть мылом. Ну так, на всякий случай. Кёсера решила удивить весь мир гаджетом, который оценит не только любители новых технологий, но и чистоты. Линейка смартфонов компании пополнилась новым гаджетом под названием «Рафри». Это вполне бюджетный телефон, который поддерживает платформы дополненной реальности. Так, им можно управлять жестами, чтобы не заляпать. Ну, а если это все-таки случилось, можно его взять и помыть. На данный момент «Рафри» доступен только в Японии и пользуется большим спросом. Наверное, там все очень боятся бактерий. А вы не бойтесь, пусть лучше бактерии боятся вас. Лучше почаще играйте в виртуальные игры и смотрите наши новости. А еще ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей от 3DWR.